Доброго времени суток дорогие друзья, с вами Тальшахар, добро пожаловать на мой персональный видеоблог в YouTube и особой благодарности, кто является моими постоянными подписчиками или давними зрителями канала. Если вы дорогой друг еще не подписались, ничего страшного, давайте сделаем это прямо сейчас. Прямо сейчас я нахожусь на сайте Federal Trade Commission, федеральная торговая комиссия, это особый орган Соединенных Штатов Америки, который больше может напоминать финансовую полицию и общество защиты прав потребителей в одном флаконе. У них настолько серьезные полномочия, у них настолько серьезный штат, включая собственных судей, включая собственных следователей, разыскная служба, поэтому я думаю, что вам интересно. Кстати сказать, FTC может закрыть любую MLM-компанию и передать материал в суд, в том числе для ареста имущества, в том числе для ареста руководителей и вообще с приказом о приостановлении деятельности самой компании. И вот в августе, в конце августа 2015 года, сколько у нас сегодня, 26 ноября, 3 месяца прошло, был издан интересный акт о подозрениях в отношении HALT WEMA, такая компания, WEMA Nutrition Company, как нелегальной пирамидальной схеме. Давайте немножечко, я не буду переводить вам слово в слово, но мы с вами постараемся понять общий смысл. Итак, на основании запроса Федеральной торговой комиссии в Федеральный суд для приостановления деятельности пирамидальной схемы WEMA Nutrition Company, которая привлекает студентов колледжа и всевозможных молодых людей для вовлечения их в работу. И Федеральная торговая комиссия рассматривает необходимость прекращения операций, которые принесли в 2013-2014 годах, порядка 200 миллионов долларов. и вводят в заблуждение не только жителей и граждан, потребителей в первую очередь Соединенных Штатов Америки, но и в других 50 странах мира и действуют в качестве незаконной пирамиды. Не пытаясь даже сфокусироваться на продаже продуктов, WEMA использует фальшивые обещания высоких заработков и эти заработки формируются на привлечении других людей в их организацию, заявляет директор бюро по защите прав потребителей Федеральной торговой комиссии госпожа Джессика Рич. Мы также подозреваем, что WEMA является нелегальной пирамидальной схемой. Итак, WEMA является мульти-левел компанией, компанией многоуровневого маркетинга, которая обещает своим пользователям, своим дистрибьюторам, своим участникам продвигать продукты здоровья и напитки, которые дают здоровье и красоту. В соответствии с жалобой Федеральной торговой комиссии, ответчики фактически создали такую схему, по которой обогащение заработок будет идти исключительно из рекрута следующих и следующих и следующих дистрибьюторов, но не как от продажи продукции. Это предполагает, что большая часть людей на самом деле деньги только потеряют. Всевозможные ресурсы в соответствии с жалобой FTC, всевозможные ресурсы ответчиков, их веб-сайты, информация в масс-медиа, всевозможные маркетинговые материалы показывают о том, что молодые люди могут заработать и приобрести шикарные машины, яхты, всякое там оборудование, красивые какие-то красивые вещи. И речь идет о фальшивом обещании Вемы, о том, что есть возможность заработать этим молодым людям до 50 тысяч долларов в неделю. На самом деле, что ответчики отвергают претензии FTC и говорят, что заработок это действительно возможно, и все зависит от внутренних качеств, от личных способностей каждого из участников. И что Вема предоставляет бизнес-возможность каждому участнику, для того, чтобы оплачивать колледж, для того, чтобы студенты наконец-таки рассчитались с долгами и так далее. И это Вема предлагает потребителям сделать инвестицию в их бизнес, приобрести так называемый партнерский пакет за 500-600 долларов. Этот пакет состоит из продукта и всевозможных бизнес-инструментов. И покупая за 150 долларов в компании Вема, делать еще вот, правильно, делать еще автошип на 150 долларов ежемесячно, для того, чтобы иметь право на всевозможные бонусы, ну и матчик-бонусы в том числе. Значит, снова утверждение FTC, что потребители, участники, они могут только терять деньги, потому что единственный их доход состоит не из продажи продукта, а из привлечения новичков. И ответчики говорят, что мы предоставляем нашим дистрибьюторам, нашим адептам инструкцию по продаже продукта, но вместо того, чтобы обучать всем инструментам продажи и показывать, как это возможно, приводить примеры, успешные примеры, в качестве примера показывается исключительно рекрут новых участников. И все здесь основано на обвинении, что никаких абсолютно здесь нет продаж, что все это схематично, и основной заработок идет исключительно за счет привлечения новых дистрибьюторов, и, соответственно, некоторые люди выиграют, а большинство людей потеряет. Ну и вот в связи с этим обратились, в связи с этим Федеральная торговая комиссия, она просит содействия генерального прокурора штата Аризона, штата Южная Каролина и Мичиган, а также полицейского департамента города Темпа, для того, чтобы, скажем, притормозить деятельность и отдать все в руки суда. И вот все, что я на самом деле вам говорил, переводил, оно все настолько перекликается, я думаю, что многие дистрибьюторы вдруг узнают слова своих спонсоров в различных компаниях, здесь нет привязки никакой компании, в различных компаниях, которые, высшестоящие спонсоры, лидеры, которые призывают не занимайтесь продуктом, не заморачивайтесь продуктом, если хотите, пользуйтесь продуктом, но продукт это исключительно бизнес-возможность для того, чтобы привлечь людей, это просто ключ к привлечению людей, и фактически основной заработок здесь складывается только за счет действительно привлечения новых людей. Поэтому люди говорят, мы пришли сюда делать большой бизнес, и очень часто я лично слышал от своих спонсоров эти слова, и многие друзья мои слышали от своих спонсоров эти слова, что, ребят, если вы пришли заниматься продажей, то как бы вы нам неинтересны, мы не собираемся инвестировать свое время в вас, но вот если вы пришли строить структуру, то тогда да. То есть большинство, подавляющее большинство компаний ничего абсолютно не говорит о необходимости продавать продукт. Все рассказывают сказки, это новая модель мошенничества, что не надо продавать, хватит продавать, научитесь покупать. Вот вы покупаете, вот вы пользуетесь, но ведь на постсоветском пространстве живет громадное количество людей, которые идут, занимают деньги для того, чтобы зайти в сетевой маркетинг, для того, чтобы зайти в MLM-компанию, потому что там можно разбогатеть и заработать тысячу, даже в первую неделю тысячу долларов. Люди готовы взять кредит в банке, люди готовы одолжить у своих родственников, и они понимают, что продавать им здесь не нужно будет. И многие говорят, ой, это хорошо. Почему? Потому что я ведь не умею продавать. Так вот, как только подобная информация дойдет до Federal Trade Commission, если компания, если ваши учредители, если главный офис находится в Соединенных Штатах Америки, то любые дистрибьюторы, неважно где, от Монголии до Никарабу, от Зимбабве до Гватемалы, все они могут подставить компанию и провоцировать подобный акт Федеральной торговой комиссии о приостановлении деятельности, об аресте имущества и о передаче в суд ходатайства, прекратить деятельность компании, арестовать и наказать виновных. Ну, если вы к этому стремитесь, если вы хотите обесточить свою компанию, если вы хотите ее обрушить, если вы хотите, чтобы законодательство Соединенных Штатов благодаря вашим полумошенническим действиям включилось и, вероятно, хорошую компанию, вероятно, замечательный продукт взяла и просто-напросто задушила, то вы на правильной дороге. Повторяю, я говорю сейчас о таких компаниях, которые сегодня в 90% случаев присутствуют на рынке, то есть речь не идет о какой-то конкретной компании. Как только вы слышите несколько таких предложений, что мы пришли сюда работать по-крупному, мы не пришли сюда заниматься продажей, вы не будете бегать с баночками, вы не будете продавать там с мешками, с котомками на плече, это значит прямая дорога в Federal Trade Commission. С вами был Таль Шахар. Всего доброго. Имейте в виду, Вема может стать вам хорошим уроком. Пока.